Всем привет! Олег Кудрявцев. Играю в группе Leonid and Friends на саксофоне. Какие у тебя ощущения от этого тура? Волнительные, я бы сказал. Волнительные. В данный момент я волнуюсь. Первый концерт в Нью-Йорке, сразу в Нью-Йорке. Это очень непросто, но уверен, будет очень позитивно, будет качественно, задорно. В общем, как мы умеем. А вообще, я в восторге от Америки. Я второй раз в Америке. Я в восторге. Я хочу сюда возвращаться и возвращаться каждый раз. Что тебе нравится в этой стране? Мне нравятся люди. Народ, который здесь живет, мне нравится с ними общаться. Пусть у меня есть с языком как же проблема, да, есть. Но в следующий раз я приеду, обязательно буду разговаривать на чистом английском, без русских фразок вот этих всяких. Спасибо. Если американцы не поймут. Спасибо. Сейчас, мы 16 минуты отреку до время до этого концерта настафиса. Какойisas основан о этом dem工 mae состоит? Она произойдет в отличие. Он уже смотрит CD WAN несколько раз на Андрей, какие у тебя ожидания от сегодняшнего концерта? У меня одни положительные ожидания. Сегодня будет круто, будут танцы, будем веселиться. Как ты оказался в этом коллективе? Я пришел на прослушивание и прошел его. Что в творчестве Чикаго есть такого, чего нет в творчестве других коллективов? Именно меня отцепляет творчество, потому что большая роль уделяется духовым инструментам. Что необычного в творчестве группы Чикаго? Необычного, что... Самое необычное, это качество исполнения, музыка, потому что она до сих пор еще жива. Духовые инструменты, которые в других группах так не задействованы. Такой вклад. Спасибо большое. Ты знаешь, мне главное, чтобы я добрался вот... Вот, смотри... Вот, давай, смотри, можно ее даже чуть-чуть еще... Вот, главное, чтобы я вот взял и включил ее, или там сделал хиши, или громче. Всем привет, меня зовут Сергей Коширин, я пою и играю гитарию в группе «Леонидон Франц». Расскажи, пожалуйста, как ты оказался в этом коллективе? Оказался в этом коллективе... Да это вопрос, в принципе, как бы смешной, потому что коллектив, в общем-то, весь костяк коллектива, по большому счету, образовался уже давным-давно в дружеской, как бы, такой атмосфере, потому что мы все работали над какими-то проектами вместе, и просто в какой-то момент Леонид Воробьев предложил, а давайте вот-ка мы запишем песню моей любимой группы «Чикаго». Сделайте мне подарок на юбилей. Вот мы записали, и вот получился коллектив. Уже стали появляться какие-то люди еще, например, духовики у нас, появились чуть позже. А так, в целом, ну, половина коллектива точно абсолютно была знакома друг с другом уже давным-давно, и даже работала вместе и так далее. Просто это не был пока еще Леонид Воробьев. Понятно. Скажи, пожалуйста, через 30 минут вы все выйдете на сцену и будете играть для американцев американскую музыку. Ее будут исполнять русские, которые прилетели в Америку. Какие ощущения у тебя возникают по этому поводу? Ну, ощущения такие спорные, скажем так, потому что я, когда сюда мы вылетали уже, ну, то есть, когда мы получили визу, когда мы сюда уже все, вот сейчас мы вылетаем, я вдруг, то есть, до этого все было нормально, ну, то есть, мы играем музыку по себе и играем, и сейчас полетим в Америку и играть. А тут вдруг меня начало накрывать, что как же так-то? То есть, получается-то, что мы летим американцам, ну, собственно, все то, что ты сейчас сказал. Ну, это до сих пор я не могу никак это для себя объяснить. Это круто, вот, что это происходит. Это такое, ну, своеобразное волшебство. Волшебство музыки, волшебство, там, группы Чикаго. Ну, наверное, как-то так. Вот, то есть, это, получается, что это уже, это уже не просто группа, которая приехала играть песни, известные группы другой страны. Это, это как-то сплочает людей, я не знаю, мы там общаемся с американцами. Оказывается, что все не так, как там были стереотипы какие-то, многие вещи становятся гораздо более, ну, прозрачными и понятными, и все как-то хорошо и весело, и все отлично, в общем. Привет, я Хрис Невик из 210 Live. Мы получаемие первые промотеры Леониды Сонцы в Нью-Йорк-Cти в Сонне Хал. И, и, вообще, мой непосредственно, мы нашли их, который нашли эти параметры на YouTube. So, Matt Notaro is a 15-year-old in Chicago who brought them to Judy and I, and then we pursued them and took care of bringing them to all of you in all over the United States. So, we're so proud of them. They're so good. They're so great. And they're such great people, too. So, we hope you can enjoy them and find them all over the United States and the rest of the world, for that matter. So, thank you. Hello. My name is Igor Javadzadeh. I am a barobaner of the fantastic project Leonard and Friends. Hello, friends. Igor, tell me, please, how did you find out in this project? What did you find out in this project? In this project, it was easy and simple, because we work with Leonid in one studio, and when the project just started, of course, the first person who Leonid invited me, was not said to me. It was not said to me. It was very nice. And the first track we wrote very quickly. We were just at the stage. There were almost all people here. There were almost all people here, and there were almost all people here. After 15 minutes, you all went to the stage. And it turns out that the Russians came to America, to play for Americans for American music. How do you feel? I was still a dream. I was a very wise and realistic person. But it was very funny in the sense of this word. Because the Russians are making music from a cultural American group. It's okay. And they come to America. It's okay. In Los Angeles, there will be one of the best barobaners in the world. Dennis Raffaev, a couple of tracks. It's incredible. It's a musical joy. It's a musical joy, which may be. Tell me, please, from a musical point of view, what is the usual tradition of Chicago's Chicago and its interest for musicians? In the beginning of 1968, when I was the first album, Chicago was called Rock Band and Horns. It's a rock group and the soul. This is unusual. Because at that time, when there was Jimmy Hendrix, there was a lot of music under-ground music. It was a rock music. And here, people were able to create a symbiosis between a strong riff, an incredible guitar, Terry Katz, and the spirit, which are not similar to the other spirit, as the other team. It's incredible. And this piece, this mix, I think, this can be associated with the fact that they created the rock. When they created the rock, they created the ingredients, and it worked out. But Chicago is the same rock and the same ingredients. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. I'll hook you up. Yeah, we're going to go after the show. Oh, you're staying after the show? Oh, absolutely. That's great. Because I've been yakking back and forth with these guys. Can you just say what you made here? Oh, this is, I have, at the college, we've got the laser engraver and the etcher. So I went to the site, and I looked for one of their logos and outlined it, and then put 2019 USA Tour NYC. Very cool. Just a little coaster. It's just something that I could whip up fast because I didn't have much time. I'm going to go after the show. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.